Они почти три года на одной волне связывают совместные репетиции, любовь к неординарности и нестандартный подход к творчеству. Кстати, название группы Лена Заринская совершенно не связано ни с женским именем, ни с городом. Сколько бы я не думал, почему именно Лена Заринская, иначе не могло быть. Выросли мы в наше восприятие искусства и культуры и в первую очередь восприятие самих себя. За это время многое изменилось, и тогда, эти два-три года назад, мы первостепенно создали фундамент для нашего нынешнего развития. И достигаем постепенно новых и новых небывалых вершин. Какого-то определенного стиля исполнения нет, признаются участники группы. Своё творчество характеризуют как экспромт. Однако каждый номер и образ ребят продуман до мелочей. Мы выбираем какую-то концепцию общую, а потом уже накидываем, что у нас, допустим, связано с Древней Грецией. И накидываем, какие у нас есть эти идеи по Древней Греции, образы. И потом мы пытаемся их переделать так, чтобы, допустим, смотря на сцену, даже не подумали, что это Древняя Греция. Каждое выступление – перформанс. Не просто исполнение песни, а своеобразное театрально-художественное представление. Кстати, чужие песни ребята не исполняют. На сцену выходят, представляют только авторское, личное. Это все происходит спонтанно. Чаще всего это ночью просто голосовое присылается, что я придумал такую-то песню. Или у меня такая мелодия в голове. Каждый чувствует свое. Это, наверное, и прелесть. Потому что слова часто даже замудренные. И не все понимают, о чем. Но в этом же и суть искусства. Каждый находится в своем. В репертуаре группы сейчас более 20 песен. Почти за три года ребята неоднократно выступали на подмостках Барнаула. В соседнем Новосибирске тоже были. Сейчас готовятся к творческой поездке в Санкт-Петербург. Татьяна Голубева, Мария Костелева, Андрей Печоркин. День с толком.